Боу-кик Да, Мэгни это человек, который умеет в клетке все Причем он выступает на определенном уровне уже очень долгое время Ниже такой очень высокой планки он не опускается практически никогда Мы говорили уже, что у Мэгни последнее время все в порядке Но вот досрочно, например, он проигрывал в последний раз Ларкину в 2016 А, нет, еще раз, алину с Анибио А с Бензинибио там, например, есть прямой нокаут Но, так или иначе, у Мэгни где-то боятся активные У него будут вопросы вверх, но он уже выступил, выиграл на отдельном решении по Макса Гриффера Ну а здесь вот продолжается борьба И просто бетонной плитой лежит Бешок от раконов на соперники Причем у Шапка попытался выбить фуллмаунт В итоге застрял в диагонали Продолжает работать из этой позиции Переносит весь дело на соперника Активизируем у Шапка хороший номер Тесты по корпусу тоже Так, конечно, Нил Мэгни умеет выживать И не раз я доказывал Вот они, афкейки рубящие, причем такие вот Нила Но Шапка Трахмонова эти удары ничего не путили Но колено на животе И вот теперь Шапка все же, нет, не выходит Зацепил его буквально за стату А Мэгни и не позволил выйти фуллмаунт Максимально выгодную позицию Утратил все-таки Шапка Трахмонов Но ничего Будет попытка номер три Подрабатывает немного корпус под себя Неплохо, конечно же неплохо Защищается Нил Мэгни И вот здесь достал Шапка По корпусу и на голову сразу Несмотря на тяжеленные удары Мэгни попытался поменять позицию Теперь уже на гильотину Намеревался набросить на шею соперника Рахмонов Но пока что доминирует боец из Казахстана В протяжении первых трех минут Четыре раза проигрывал с Абмишинами Нил Мэгни два раза на кау Хороший локоть Но последние шесть поединков с участием Мэгни И дошли до судейских решений Удар ногой в партере запрещен Естественно, когда локоть находится на настиле Причем это грубейшее нарушение В голову Да, да, да По корпусу бить можно Там схватил еще и ногу Нил Мэгни Вновь Рахмонов накрывает соперника Действует Шавкат очень размеренно Попусту удары не выбрасывает Ну вот так работает с позицией силы Шавкат Рахмонов Пытается пятку скрутить Или на Нил воздействовать Да, все-таки скручивать Пятку не получилось Начинается последняя минута первого раунда Раунда односторонний Да, Рахмонов постоянно заставляет соперника В общем, обороняться Искать какие-то варианты ответов на свои атаки Вновь прихватил Мэгни Шавката за ногу И Христаньоне указывает Рахмонову Что нельзя хвататься за сетку Так он и не хватался Он скорее опирался И еще одна попытка Ну, здесь ничего не получится И Ла Мэгни Смотрите, заходят Еще раз Немного не хватает длины рук Шавкат, чтобы донести удар до цели Правый локоть точно в голову И первый раунд заканчивается ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ЧНЕЕ Продолжение следует... Продолжение следует... Второй раунд с активных перемещений. Начинает Мэгни. Работают джебы. И вертушка, но по защите. Есть ощущение, что Рахманов просто гораздо мощнее физически своего сегодняшнего соперника. При этом... Да, при этом Нил Мэгни по обыкновению прибавляет от раунда к раунду с точки зрения скорости, да? Подался сделать это и сейчас, но ничего не вышло. Ну, или продемонстрировать сопернику, в общем, свою свежесть. Видите, там было немного суеты в начале второго раунда, но сейчас уже прибрал ситуацию к рукам Шавкат Рахманов. Пытается сделать перевод уже и Мэгни, а в итоге оказывается на настиле опять Камгард. Ну что ж, чуть больше минуты понадобилось Шавкату для того, чтобы добиться примерно той же позиции, что и в первом раунде. Получится лепить отсюда, по корпусу зацепил. Скрутился там просто в баронирок Нил Мэгни. Рахманов пытается обойти ноги соперника. Защищается как может Нил Мэгни. Пока ничего критичного не пропустил в этом раунде. Вновь позиция бокового контроля от Рахмонова. При этом Рахмонов следит за тем, чтобы не тратить слишком много сил. Развернуть соперника от сетки не удается. Неплохой внук. Но не более того. Сверху накрывает Шавкат. Забирает спину. Попытался использовать эту возможность Мэгни, чтобы встать. Шанин один удар обрушивает на него Рахмонов. Вперед замок. Шавкат. Получится ли отсюда удушающий. Нет. Срывается. Время контроля. Немножко крана. Это суммарно за весь бой. Ну то есть почти все время боя. Еще две минуты есть. Там суммарно полторы минуты только соперники провели в стойке. Не очень удобно сюда переходить по-душающему. Но очень удобно контролировать соперника. Рахмонов в этом поединке действует просто по-чемпионски. То есть никаких шансов у тебя не будет. Неважно где. В стойке или в партере. Очень уверенное выступление пока. Не будем забегать вперед, конечно же. И это совершенно другой боец, ежели Хамзат Чимаев. Хотя очень крутая борьба, конечно же, что-то есть. Начинается последняя минута второго раунда. Царь Ахмонов доминирует в поединке против Нила Мэгни. Двойка. И опять рубящие удары. Да, причем сценарий, который реализует Шавкат в этом поединке таков, что ему абсолютно все равно, какой был план на бой у Мэгни. И вообще, что он собирался делать. Потому что Шавкат просто не дает ему ничего абсолютно сделать. Вот на протяжении уже двух раундов. Мэгни постоянно пытается выбраться, вырваться. Но ничего не получается. Фактически у нас только один боец есть в октагоне, который, в общем, делает то, что нужно. Единственное, пока что Шавката не получается выиграть. А вот сейчас пошел удушающий прием. Пошла гильотина. Будет ли вкладываться ее? Ша! Очередная досрочная победа Шавката Рахмонова. 16-я в карьере. И теперь у него вообще вот ровный рекорд. 8 побед, аккаунтов 8 побед приемами. Нил Мэгни постучал в знак капитуляции за 3 секунды до окончания второго раунда. Рахмонов просто беспощаден и брутален. На мат на высоте. Ничего не скажешь. Четвертый бой в UFC. Четвертая досрочная победа. Троих задушил. А Харриса нокаутировал. Очень красиво. За что еще и бонус 50 тысяч долларов получил. Может быть и сегодня, кстати говоря, Шавкат тоже получит бонус. Почему нет? Да, Шавкат Рахмонова. Шавкат Рахмонова. Шавкат Рахмонова. Шавкат Рахмонова. Шавкат Рахмонова.